Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Много вопросов. Добре. Добре. 7-го на 8-го листопада я был у себя на даче за містом. Збирал грибы и топил баню. Сам топил? Может, еще сам плавал? Не, не сам. У меня там есть жиночка. Так винком хлестая аж у голови помарочить. Контакт, женщина. Не вздумай меня обманывать. У меня достаточно компромат на тебя. Все? Все. Иди. Иди. Не оборачивайся. Восьмое, восьмое, десятый. У меня все хорошо. Ты все сказал? Да говори, у меня все в порядке. Все, скоро буду на базе. Иди. Восьмое, четыре. Восьмое, четыре. Субтитры создавал DimaTorzok Восьмое, субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, как у нас обстоят дела на поприще отечественного здравоохранения? Ну, якби пацієнта не заважала лікарям працювати, все було просто чудово. Слухай, у мене для тебе є одна дуже цікава фотографія. Зараз надішлю. Лови. Марто, а что она делает? Жодних прізвищ та имен. А что она делает с нашим общим другом врачом? Вона розпитывала його, де він був і що робив 8 листопада. А что было 8 ноября? Ну, хто-хто, а ти маєш добре памятати цей день. Он ей нічого не рассказал? Ну, звісно, нічого. Але мене дивують дещо інше. Як звичайна селючка-покоївка дізналася про нашого друга лікаря? Як взагалі вийшла на нього? Да, для этого нужны связи і возможности. А ще ціли бажання. І хто вона взагалі дописати така? А це не може бути простим совпаденням, ні? Мені не подобаються такі збіги. І ця Марта мені теж не подобаються. Ти все зрозуміло? Да. Я вирішую цю проблему. Тільки акуратно. Друга Лара, нам не потрібна. Так. Так, Стас. Ні, це не те, що ти думаєш. Ні, вона ні про що не здогадується. Я не хочу її вплутувати в цю справу. Зрозуміло, так. Так, доки не розлучусь. Ні, Стаса, ти не правий. Ні! Я не просто захопився іншою жінкою. Я кохаю її. Зрозуміло, це прекрасна. Але, імей ввіду, розвод – це війна. До победного конца. Ти готов? Я гадаю в фіналу у Лиги Чемпіоні. Давай. Відомі. Зрозуміло. Ті, що вийде. Ті. Ті. Я хотела тебе кое-что показать. Я сегодня делала УЗИ и слышала сердцебиение нашего ребёнка. Ну что ж, это прекрасно. Стас, я очень хотела поделиться с тобой радостной новостью, но тебя, как всегда, не было дома. А, извини, в офисе сплошная суматоха, потом позвонили из налоговой, а потом Шевчук и… И ты был в больнице. Опять. Да, я заскочил ненадолго к Ольге. Почему ты это делаешь? Она пыталась покончить с собой, и я чувствую и свою вину тоже. Стас, ты и правда не понимаешь, что она просто привлекает твоё внимание? Она больна и нуждается в чьей-то заботе, вот и всё. В этом браке нас всегда было трое. Если ты не сделаешь свой выбор, то его сделаю я. Наташа. Максим, я весьма, весьма доволен тем, что ты делаешь, твоей службой, деятельностью. Как вообще это у вас называется у секьюрити? Работа или… Да, по-разному. Ну, в вашем случае это, скорее, работа. Работа. Ну вот, вот, значит, работой. Я доволен. И в связи с этим я даже бы хотел повысить тебе жалование. Да, это уже знак благодарности за эту самую хорошо проделанную работу. Или вы хотите попросить о какой-то услуге, о которой я пока не в курсе? Ты умнее чем кажешься? Это приятно. Вот ты её знаешь? Угу. Ну, знать всех в нашем городке – это моя прямая обязанность. Это Марта горничная Хорошиловых. Под следствием и судом не находилась. Слушай, надо будет понаблюдать за ней. Какой-какой материал собрать там, справки навести. Так, чтобы она ничего не заметила. Вот. Вы её купить хотите? Ну зачем вы, грубо так. Можешь просто попробовать поухаживать за ней. А это, считай, на представительские расходы. Алло. Надо срочно встретиться. Слышишь? Вот как? Как можно было так глупо спалиться перед Сердюком? Я же просил, без меня никуда не лезь. Ну, всё расследование на смарку. Не умеешь быть детективом – не берись! Прости. Я запаниковала и разозлилась. Какое прекрасное оправдание! А что? Дай сюда. А ну-ка положи. Дай сюда это мои вещи. Паня Виктория, я не видела тут никакой коханки. Я вам просягаюся. Серьёзно? Да все вокруг уже знают. Странно, правда? Ты же у нас такая мастерица всё. Пронюхивать, высматривать, шпионить за всеми. Ну, знаете, я не шпигувала за вами, коли ви зраджували своему чоловікові. Да как ты смееш сравнивать? Я актриса! Я должна быть такой! Взрывной, импульсивной! Это часть моей профессии. Она была здесь? Я никого не видела! Честное слово, паня Виктория! Ах, вот оно что! Ах! Що? Я поняла. Ты ничего мне не говоришь, потому что это твоя месть. Отдай сюда. Что это за диск? Ты не имеешь права рыться в моих вещах. Отдай сюда! Я не рвусь. Я случайно нашла. А что это? Хорошо, это материалы моего расследования. Антон и Лара – жертва и подозреваемая. Это диск такой же, как в коллекции Радиховского. Ну, всё правильно. Я взял у Радиховского чистый диск и записал то, что мне надо. Я же не виноват, что у Радиховского все диски одинаковые. Радиховский взял и своим почерком сам тебе это написал? Считаешь, я полная дура? Здесь то, что я думаю. Хочу спасти друга и сам попался. Марта, я никого не прикрывал. Всё, хватит, хватит врать. Теперь я понимаю, кто есть кто. Господи, сколько же всего я для тебя сделала. И это твоя благодарность, да? Мелкая, ничтожная. Как и мой муж. Ну, знаете, пані Виктория, ваш человек найсправедливейший, найкращий и найчестнейший из всех людей, яких я знаю в этом городе. Так, он вас не любит. И знаете, для всех было бы набагато краще, если бы вы наконец дали ему спокойствие. Что ты сказала? Пробачите, пані Виктория, я совсем не те мало на увазе. А для кого это для всех? Я поняла. Що? Это ты его любовница. Пані Виктория, ніяка я не куханка, я… Где вы это делали? В моей спальне? При моём ребёнке? Пані Виктория, нічого ми не робили. Мы тільки один раз поцілувалися і все це було тільки один раз. Марта… Пожалуйста, дай мне все объяснить. Я умоляю тебе, дай мне объяснить все. А что объяснить? Что это был твой брат-близнец, а что это был не ты? Меня отравили, понимаешь? Отравили! Лара посыпала мне в кофе наркотики и в Виагру! А ты откуда знаешь? Да она сама призналась. Она хвасталась, что использовала мне, когда я был в отрубе. Говорила ещё, что я десять секунд не дышал, она думала, что я умер. А зачем это, Ларя? Ну как зачем? Она шантажировала меня. И видео это записала там, где мы с ней, ну… Понимаешь? Сказала, что если она вам покажет, меня выгонят с работы, сволочим билетом. Я нигде не смогу туда устроиться. Не приказайте… Марта! Марта! Что… Чтобы Лара молчала, я выписывал ей липовую больничную и бесплатное лекарство. Всё из-за такой мелочёвки. А чего ты ждала? А чего ты ждала от этой дешёвой шлюхина шантажистка? У меня же интеллект ниже среднего. Марта… Она же полная дура, она же на большее не способна, она же всегда по мелочёвке работала. Миреньковая… Почему ты сразу не признался? Я хотел рассказать, Максим не разрешил. Я сразу это хотел сделать. Как только ты приехал, он сказал, что это помешает расследованию. Зачем это, Максим? В смысле? Ты серьёзно сейчас? Да дело не в расследовании, а в тебе, Марта! Он на тебя запал! И не надо делать вид, что ты этого не видела! Он всё делает, чтобы нас поссорить. Всё! Марта! Марта! И не говори, что ты не знала этого! Она пошла вон из моего дома, чтобы ноги здесь твоей не было! Ах! Как раз так, то я и с превеликим задовольням! Бо моя жена придла спостерегать, как вы знищаетесь над своей дитиной и власным человеком! Я вернусь в дом. Ещё не хватало, чтобы твою истерику услышал кто-то из журналюка или соседей. Ай… Вот видишь, что ты натворила? Быстро в спальню, успокой Захарочка! Ты что, не слышишь? Ребёнок плачет! И сиди там, пока я не разрешу тебе выйти! Поняла? А, ось ты да! А я тебя шукал! Правда? Угу. Где моя сорочка? У меня нет никакого дела для ваших сорочок. Угу. Слушай, Вера, ты не задоволена тем, что мы с Жанною встречаемся? Не задоволена? Угу. Угу. Это очень лагерно сказано. Вы же снова сделаете ей боляче. Хе? А людина не может меняться? Людина может. Но не вы, пане Хемелеон. Вы можете менять свое забарвление, но свою суть брахунает зрадников никуда. Угу. Угу. Что же она сказала, что кохает меня? А потом спросила, чи не хочу я повернутися сюда. Знов. И что мне ей на это ответить? А? Сказать, что ты просила, благала меня не робить этого? А если это раптом зашкодить вашим близким стосункам? Вы можете делать все, что вам необходимо. Но меня вам не вторить. Прошу. Ха! Зайдешь? Угу. Видимо, не зайдешь. Это все? Нет, это не все. Антон сказал мне все, правда. Его подставили, а ты хотел разрушить нашу семью, чтобы… Чтобы что? Чтобы сблизиться со мной. Даже так? Интересно. Я боюсь тебя расстроить, но между нами ничего невозможно. Антон несет чушь, ты в нее охотно веришь. Вы идеальная пара. Значит так? Конечно. Именно так, и никак иначе. Ты знаешь, я уже мечтаю избавиться от вас обоих, как только это расследование закончится. Такого звучит, как ты, оно никогда не закончится. У меня есть замечательный пример. С кем поведешься, от того и наберешься. А, так это я не удача. Конечно. Ты, и при том хроническая. Лиша ему дуровку, господи. Ухаживание началось весьма успешно. Поздравляю. Ухаживание началось весьма успешно. Поздравляю. Та-а-а-а. Ладно, она деревенщина, неблагодарная. Похитрая. Что он нашел в этой доскухе? Ну, как нас вообще может... Кобелем благодарны. Животное. Еще сыном моим прикрывались. Ребенком. Ненавижу! Ненавижу! Думали, сможете переиграть меня? Актрису? Ничего-ничего. Вы еще посмотрите, а? Марта, я еле тебя дождалась. Мне нужен твой совет. Конечно, спрашивайте. Мы со Стасом опять поссорились. Снова из-за Ольги? Да. Как ты думаешь, если я поеду с ним к ней в больницу, это нормально? Хотите окончательно ее добить? Нет, ну что ты. Я не буду заходить к ней в палату, я просто буду рядом с ним, чтобы он знал, что я его поддерживаю. Отличный план. Действуйте. Ах, да, еще. Вот я всегда рассказываю тебе о своей жизни, а прошлое, нынешнее. Да. Ты никогда ничего не рассказываешь о своей. В моей жизни нет ничего интересного. Один сплошной обман. Ну и приходится выбирать, верите в него или нет. Пойду. Рита. Рита. Ты плакала? Все хорошо? Я была бы вам дуже вдячна, як бы вы дали мне спокій. Я не понимаю, что случилось? Я прошу вас дать мне спокій. Что тут незрозумелого? Как так, Рита? После всего, что между нами было... А что между нами было? Ничего не было! Ничего не случилось, ничего не будет! Знаете почему? Потому что вы мой работодавец, а я ваша покоевка, а все інше – это просто фантазии. Рита. Рита, ну послушайте. Ну я же попросила. Рита. Девушка, что вы делаете? Рита. 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 Что, Димочка? Вылетит твоя рабыня из аура без выходного пособия с такими рекомендациями, что я даже на скотобойню не возьму. Но и ты так просто не отделаешься. Ты мне заплатишь за все. Ты платишь за измену, за обман. Ты еще будешь кровавыми слезами плакать. И я знаю, кто мне в этом поможет. Так, у меня через полчаса дело моей встречи, поэтому постарайся уложиться. Да, сейчас я соберусь с мыслями. Ну, давай. Ну. Собрался. Собрался, начинай. Да, сейчас я вам все расскажу. Ну, о чем? О Марте. О Марте? Ты так быстро все разузнал. Ну, долго ли умеючи. Марта же женщина, правильно? А женщины какие? Какие? Болтливые. Так. И главное, задать нужный вопрос. Ну, и что ты задал? Нужный вопрос, после которого схлопотала клевуху. Сразу. А, нет, это личное. Так. Ну, ну, хорошо. Ну, что дальше-то? Леонид, Марта частный сыщик. Сыщик? Ее наняла жена какого-то сейчас Сердюка. Знаете такого? Понятия не имею, кто такой. Сердюк? Ага. Не знаю. А вот жена Сердюка утверждает, что он был в вашем доме 8 ноября на вечеринке. Была вечеринка? 8 ноября? Угу. Я не помню. В моем доме часто проходят вечеринки. Я уж такой гостеприимный человек. Всех не упомнишь. Нет. Не помню. Значит так. Значит так. Жена Сердюка утверждает, что 8 ноября он был на вечеринке в вашем доме. И изменил ей именно на этой вечеринке. Ну, что я могу сказать? Бред какой-то. Ну, бред не бред. А она заплатила сыщику Марте. Большие деньги, между прочим. Я тебе уже, кажется, сегодня зарплату повышал. Тело не в деньгах. Послушайте, я же говорю о Марте. Угу. Да. Что она здесь делает? Что? Она пытается окольными путями выяснить, была ли вечеринка и был ли на ней Сердюк. Понимаете? Да. Но ничего не получается. Не получается. Почему? Она решила просто в лоб. Ну, по-простому, по-женски спросить Сердюка. Понимаете? В лоб. Что, вот, а было ли не бред? Ой, горе сыщется. Она же так ни одну измены не раскроет. Так Сердюку я просто послал. Правильно сделал. Ну, хорошо. Ладно, Сердюком. Что мы с Мартой будем делать? А вот тут самое интересное. Ничего. Оставим ее в покое. Чтобы она слонялась по моему дому. Все тут разнюхивала. Как оставим? Ну, во-первых, как она нюхает, мы знаем. А второе, я пообещал ей помочь. Угу. Ну, а как, по-вашему, я втерся к ней в доверие? Я сказал, я займусь расследованием, а ты ложись на дно. И что, она ляжет на дно? Сказала, что ляжет. Сказала, что ляжет. И сразу улепила тебе пощачу. Нет? Нет, тут случилось недопонимание. Я сказал, что за мои услуги надо будет заплатить. Я имел в виду деньги, а она... А она, естественно, неправильно поняла. Женщины, женщины. Обо всем ищут. Сексуальный подтекст. Как Ольга? Я вижу лучше. Этот психотерапевт, он творит настоящие чудеса. Я вижу лучше. Ты, возможно, мне не поверишь, но я рада. Спасибо тебе. Ты даже не представляешь, насколько это важно для меня. Что я имею в виду? Что ты здесь? Я твоя жена. Я всегда должна тебя поддерживать. Прости, что я раньше этого не понимала. Я люблю тебя. Тебя и нашего ребенка. Вот еще. Прошу вас, располагайтесь. Выпейте что-нибудь. А это у вас коньяк? Это виски. Отлично. Ирландский. Сегодня просто тот еще денек. Вас, наверное, удивил мой визит? Ну, не скрою. Немного. И вы сейчас думаете, гадаете, какая же у него цель? У нее. Не может ведь вы пришли со мной изменить. Он у вас такой ангел. Ангел воплоти. Ну, вот почему? Как только я сразу измен. Ну, что со мной не так? Так, нет. От вас мне нужно совершенно другое. Дело в том, что вы слывете экспертам по щекотливым и секретным ситуациям. Если слыву, значит, они уже перестали быть секретными. Это плохо. Да ну прекратите. Реклама еще никому не повредила. Ну, хорошо. Так, о чем или о ком вы хотели со мной поговорить? О моем мужа, Ангеля. Ну, и зачем ты меня пригласила? Неужели извиниться? Так это как-то на тебя не похоже. Даже не мечта, я не собиралась извиняться. Она с тобой связывает работа и нерешенные проблемы. Именно заинтересованность мною со стороны Радзиховского и за Сердюка. А, напомни, пожалуйста, нерешенные проблемы или чей-то косяк? Радзиховский теперь считает, что это частная сыщица, которую наняла Жена Сердюка, чтобы следить за ним. Прекрасно. Что мне теперь делать с этой дурацкой липовой легендой? Да уж, твоя благодарность не знает предела. Я, между прочим, старался. Ну, что делать? Залечь на дно, исчезнуть, что угодно. Ты понимаешь, что это важно для тебя и для дела? Ты решила от меня избавиться, когда жареным запахло? Да? Не дождешься, я сама решу свои проблемы. Без помощи проходимцев. Ну, конечно, конечно. Ты же доверяешь только проходимцам из семейного круга. Видеть я не могу. Кретил. Да, Дима, Дима. Оказывается, ангелов не бывает. Какое горькое разочарование. И как печально с иллюзиями расставаться. Даже в моем возрасте. Ну, я-то со своими уже давно рассталась. Мода ваших, простите, но дела нет. Мне нужен ваш совет. Как поступите? Выгните? Ни в коем случае нет. В таком мужчине, как Дмитрий. А Дмитрий любит. Ему лучше не мешать. Иначе он бросит все силы на сохранение этой любви. И места будет мало всем. То есть, вы предлагаете оставить все как есть? Я предлагаю поступить тонко, коварно и весьма эффективно. И, по-моему, я могу сделать такси. Где же это клятое такси? Что я могу сделать, чтобы переконать тебя? Извините, пана Дмитрия, но я уже все решила. Так будет лучше. Уси такси. Рита? Ты что, от нас куда-то уезжаешь? Вот так тайком и даже не предупредив меня? Ну как так можно? Милый, ты не оставишь нас на минуточку? Нам с Ритой нужно кое о чем поговорить. Ну ось, заходь. Не соромся. Немного удивлена твоему приглашению. Ты не бойся, я тебе не чипатиму. Знаешь, после твоих нападок из-за Максима страшно. А почему мы не в кафе встретились? Ну, навіщо нам какие-то кафе, если в моем распоряжении целый маяток? Тут затишно, домашняя атмосфера, і ніхто нам не зашкодить. Ласка. Так, вот мое условие, при котором ты, может быть, повторяю, может быть, получишь от меня положительные рекомендации для суда. На моем будущем бракоразводном процессе ты должна будешь дать показания, что вы с моим мужем были любовниками. Але... Мои условия не обсуждаются. Они либо принимаются, либо нет. Поняла? Вибачьте, пані Вікторія, але це ж означає, що після розлучення ваш чоловік нічого не отримає. Абсолютно. Вон еще и алименты мне будет платить. А як же дитина? Найду йому другого отца. Думаю, це не проблема. І уж точно не твоя. Ні. Ні. Вибачьте. Але я не можу так підставити вашого чоловік. Він зроби мені нічого пуганого. І вам дурачитаєш. Ну що ж, тогда тебе придется выбирати между моим мужем і твоїм сыном жінь-боль. Думаю, у Шевчукова скоро начнется бракоразводний процес. Ну, на всяком случае, я этому активно посодействовал. Ну, посмотрим, что мы можем с этого поиметь. Теперь о главном. Я навел справки о горничной, которая беспокоила нашего друга-врача. Она, похоже, частных сыщих. Кто нанял? Ревнивая жена нашего друга-врача. Да, но я все равно продолжу наблюдение. И тебе. Пока. Марта, 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 Марта. Хорошая вина у тебя. Угу. Конечно, ты ведь не для этого меня позвала. Так, я хотела с тобой поговорити на одинці. О чем? Ну, не о чем. А про кого? Ну, звісно ж, про Максима. Господи, да как же мені тут надоело. Ну, ти просто скажи, у вас з ним нічого такого не було. такого особливого. Ну, ти розумієш, про що я кажу? Нет, Вера, я не понимаю. Я кажу просто сумки. Господи Боже мой. Ну, звичайно, хто ж такому зізнається. Вибач мені, я взагалі дарам на це все затіяла. Вера, вот поверь, я этого Максима ненавижу. А що сталося? Це що через... Нет, нет, ти тут ни при чом. Просто знаю, у тебя є все шанси. Так що вперед, Вера. Але якщо ти його ненавидиш, то він що? Да нет, Вера, він нормальний, добрый, а завчий. Ну, бывает глупим іногда. Та всі чоловіки дурні. Що б вони без нас робили? Ай, ну, та точно. А, може він тебе чим-нибудь образив? Привіт. Привіт. КОГАЕТ ПОЩАЛЮ «АБИЦ paLE» ПОЩАЛЮ «АБИЦ» ПОЩАЛЮ ПОЩАЛЮ «АБИЦ» ПОЩАЛЮ «Еwan», А взагалі, знаеш, ці чоловіки, які як малі діти, спочатку нашкодять, а потім думають, що ми наробую. Харшо, якщо думають. Бувають такі, які не думають ні до, ні після. Загалі, що з них візьмеш? Учуваліки взаємось мозку, що? Ну, ти розумієш, про що я кажу. Ну, надо ж, я знову тебе понадобілся. Що на цей раз, істерику устроиш, або просто кофе поп'єм? У сана Старыгина на шее татурувка дельфінчика, як на відео. Ну, це поворот. Ну, присядь. Расскажи, откуда ти узнала? Видела сама. Ім потрібно займеться. Давай займемся. Значит, знову работаємо вместе. І надеюся більше без істерик, да? Нікаких істерик не було? Для тебе показати, що така настоящее істерика? Нет. Спасиба не треба. Що будемо робити? Та пока нічого. Слишком мало улік. Татуïровки недостаточно. Якщо ми зможемо получить образец ДНК Ромы, і сверити його, і доказати, що він отец, то це весомий мотив для відео. І це ще не все. Радзіховський в тебе подозреває. І він попросив мене следити за тобою. Це ерунда. Ну, ерунда не ерунда. Колечко з іменем Антона. Я б на твоєму місці не носила. Спасибо за совет. Я позвоню. Ну, куди ти пошла? Сумасшедший. Поздравляю! Вы нашли того, кого искали. Получається, дело раскрыто? Це катастрофа. Ні угрозами, ні деньгами ми її рот не заткнем. В мене я бережди я вас просить. Довіхати в поліцію. Какая поліція, Макс? Я в розыскі. Та що ж ти все про себе-то і про себе, а? Твою жену чуть не убили. А про Марту? Тепер ти думай, понял? Я видел, як ви целовались. І скажи тебе, що більше вас нічого не було. Без тебе справлюсь. Прислуга. Дивіться фінал історії. Дивіться фінал історія. Дивіться фінал історія. Дивіться фінал історія. Продолжение следует...